Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Выстроенный диалог власти и бизнеса – залог успешного развития экономики. Владимир Ружицкий выступил с ежегодным отчетом. Мы сразу обратились, документы отдали и в течение трех месяцев нам провели газ. О том, как реализуется программа «Социальная газификация Подмосковья» расскажем в выпуске. Несколько лет назад мы начали устанавливать эти датчики для более быстрой реакции на обращение жителей. В округе провели рейд по контролю качества атмосферного воздуха. Я благодарен всем, кто на его виде запитал для себя решение по идее стать учащиком этого конкурса. В Люберцах подвели итоги конкурса «Педагог года». А теперь подробнее об этих и других новостях. Глава городского округа Люберцы выступил с ежегодным отчетом. Владимир Ружицкий подвел итоги проделанной работы за 2021 год и определил цели на ближайшее время. Подробнее в нашем сюжете. Вот уже два года мы живем в условиях пандемии, в новой реальности, в которой стараемся все вместе адаптироваться. Мы хорошо помним слова нашего президента. В центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек. Его запросы, его благополучие, качество жизни. Сегодня в условиях пандемии важен восстановительный рост экономики. За последний год положительные изменения произошли на рынке труда. Резкий рост безработицы пройден. На начало 2021 года на бирже труда в нашем округе стояло около 8 тысяч человек. Сейчас этот показатель уменьшился почти в 8 раз. Чтобы ускорить трудоустройство людей, развернута большая программа по переготовке кадров. Только в нашем округе по этой программе обучилось 216 человек. За год в округе создано 1561 новое рабочее место. 46% рабочих мест в округе приходится на малый бизнес. По итогам года в Люберцах зарегистрировано 226 новых организаций. Их налоги пополнили бюджет Московской области на 260 миллионов рублей. Выстроенный диалог власти и бизнеса – залог успешного развития экономики. Мы об этом помним, осознаем, что с целым рядом проблем бизнесу без поддержки не справиться. Также глава муниципалитета заострил свое внимание на теме здравоохранения. Сейчас это по-прежнему самая загруженная сфера, принимающая на себя удары пандемии. Три ковидных центра округа за год приняли 16,5 тысяч пациентов. Из них почти две тысячи дети. Огромное спасибо нашим медикам, нашим врачам, которые два года живут и работают в крайне чрезвычайных условиях, при повышенной нагрузке и, можно сказать, на передовой. Медицинские учреждения округа были дооснащены спецоборудованием более чем на полмиллиарда рублей. Люберецкая подстанция скорой помощи получила 25 новых машин. На базе поликлиники номер 6 открыт центр амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром. Продолжается строительство новых лечебных заведений. Построенные готовятся к открытию детская поликлиника на улице 8 марта на 155 посещений в смену. В микрорайоне самолет идет строительство поликлиники смешанного типа на 600 посещений в смену и станции скорой помощи на 4 автомобиля. Мы это планируем в конце года завершить и открыть. Сфера образования также не стоит на месте. Для самых юных жителей округа на базе детских садов номер 15, 16 и 19 открылось 5 мини-садиков в микрорайоне Зенино. К началу учебного года были построены 3 школы на 3700 мест. Благодаря финансовой поддержке Московской области возведена пристройка к школе номер 59 в деревне Марусино. В следующем году в Люберцах появится новая школа на 825 мест на улице Урицкого, а также два детских сада на 360 мест ЖК «Самолет» и на 220 мест ЖК «Люберецкий парк». Владимир Ружицкий в своем докладе подробно разобрал достижения и планы всех основных сверхжизнедеятельностей округа. Культура, спорт, экология, дороги и транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство всегда в фокусе внимания главы округа. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, Денис Угонников, телеканал ЛРТ. Состоялось первое в этом году заседание Политсовета местного отделения партии «Единая Россия». Встречу начали с торжественной части вручения партийных билетов новым членам. Ряды партии пополнили три человека. Люберецкое отделение – самое крупное в регионе. Оно насчитывает около трех тысяч ста единороссов. В ходе заседания избранные заместители секретаря местного отделения. Сергей Антонов, Александр Шлопак и Георгий Николаев займут эти должности. Секретарь местного отделения партии Владимир Ружицкий призвал решать рабочие вопросы не в одностороннем порядке. Вы все это можете, умеете. Я думаю, опираясь на свой опыт, на коллег, на наш полицовет, мы эти вопросы будем успешно решать. В местный совет сторонников партии избрали пятерых человек. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности доложил секретарь исполнительного комитета местного отделения партии Георгий Николаев. По результатам за 2021 год мы взяли призовое место в рейтинге эффективности в местных отделения по Московской области. И нам было софинансирование дано в размере 150 тысяч рублей. Единороссы приняли решение направить эти средства на материально-техническое обеспечение деятельности партии. В ходе заседания утвердили график проверок первичных отделений на 2022 год, а также рассмотрели другие вопросы. В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управления и ведомств отчитались в работе, проделанной за последнюю неделю. Подробнее в нашем сюжете. За прошедшую неделю в Люберецкую полицию поступило 2050 обращений. Воспуждено 37 уголовных дел, из них 32 раскрыты по горячим следам. Также произошло 205 ДТП. Два человека пострадали. Из резонанса к преступлению четверо неизвестных в масках забежали, напали на администратора бани, захватили там сейф с деньгами. То есть люди задержаны, оказались ими гражданами Таджикистана, арестованы два человека, один находится в Русске. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло 7 пожаров. 11 февраля на улице Юбилейной на территории заправочного комплекса загорелся автомобиль. В результате пострадало транспортное средство, обгорела заправочная колонка и навес. Пострадавших нет. 9 февраля в 5 часов 28 минут поселок Малахов, улица Новая, дом 1, 8. По данному адресу располагается деревянный одноэтажный жилой дом общей площадью 140 квадратных метров. В результате пожара обгорела кровли половина дома на площади 70 квадратных метров. Пострадавших нет. За последние 7 дней аварийных отключений воды, газа, теплоснабжения не производилось. Активно ведется очистка кровель от снега и наледи. Реализуется план по ремонту лифтового оборудования. Всего запланировано замена 37 лифтов в 12 многоквартирных домах. На данный момент в работе находятся 3 лифта управляющей компанией ЛГЖТ и 2 содействия. Также на 2022 год запланирован ремонт 146 подъездов. На данный момент работы ведутся в 14. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Неустойчивая погода и резкие колебания температуры стали причиной появления сосулек на крышах МКД. Для устроения опасных ледяных глыб в городском округе Люберцы ежедневно работают бригады альпинистов. Наша съемочная группа наблюдала за их действиями. В февраль время избавляться от снега. Зимняя уборка идет повсюду. Рабочих можно увидеть и на крышах домов, и на козырьках подъездов. Свисающие сосульки должны устранить до сильного потепления и таяния снега. Некоторые дома на поселке МЭС требуют особого подхода. Находиться на шиферной кровле рабочим запрещено. Поэтому к работе привлекают автовышки. Всего в этом районе работает 5 бригад альпинистов. Две бригады у нас работают именно на вышке. И три бригады у нас работают с альпинистами. Именно уже на самую кровлю выходят. Со всеми допусками, со специально безопасными поясами. Также у нас сейчас на МЭЗе работают три трактора и два самосвала по вывозу снега. От снега и наледи очищают только скатные крыши. Их в городском округе более тысячи. Это половина всего жилого фонда муниципалитета. Для того, чтобы справиться с большим объемом работы, в Люберцах сформировано 52 бригады. В них трудится 170 человек. Все задачи на сегодняшний день, по крайней мере, ситуацию держать под контролем, сосульки сбивать. 1107 домов – это очень много. У нас сегодня работает в округе 10 вышек. Каждый житель вправе сообщить о ненадлежащем состоянии кровли. Сделать это можно несколькими способами. Обратиться в управляющую компанию или в управление ЖКХ администрации городского округа. Либо написать в социальной сети главы Люберец. Владимир Ружицкий проинспектировал работу общественного транспорта в округе. В ходе рейда глава пообщался с пассажирами и водителями рейсовых автобусов. Встреча прошла в микрорайоне «Самолет». Какие вопросы беспокоят жителей и перевозчиков, узнали мои коллеги. Глава округа проехал по маршруту 12-25. В целом, пассажиры довольны работой общественного транспорта в микрорайоне. Но порой автобус приходится долго ждать на остановках и много времени занимает дорога до метро. Риски-то жалобы на автобус, на водителей. Мы не так часто пользуемся, но жалоб нет. Мы сейчас по графику смотрели, все, вовремя прибыло. Автобус регулярно, только опроски больше. Утром около часа по-любому, когда сейчас пик самый. В микрорайоне «Самолет» проживает более 30 тысяч жителей. Поэтому вопрос с транспортной доступностью здесь на особом контроле. Здесь должны ходить большой класс автобусов. Народ надо вывести утром и завести вечером. Малыми автобусами вы этого никогда не сделаете. Или сделаете, но будет масса жалоб жителей. Запустить рейсовые автобусы большого класса здесь готовы. Но на некоторых поворотах трудно развернуться. Перед застройщиком поставлена задача – проработать схему расширения проезжей части. По поводу дорожного покрытия Зининского шоссе. Там суженодорожный проезд плюс плохое дорожное покрытие. То есть скорость снижается до 5 километров в час. В ближайшее время ямы залатают, а уширение будет у нас уходить на новую трассу. У нас Барыкино будет прямой выезд на новую хорбу. Когда? Еще одна проблема – незаконная парковка больших грузов на Каштановой улице. Фуры мешают завершить маршрут. Грузовики полностью заставляют наш круг. Здесь стоит знак «Остановка запрещена». Мне негде тут встать. Я переграждаю дорогу, там стою на остановке. Бешаю высадки пассажиров. Подключили проектную организацию, где мы должны в этих местах, в микрорайоне «Самолет» найти такие отстойные разворотные площадки. Потому что когда автобусы, особенно большие, будут парковаться на улицах микрорайона, то это создает дополнительные трудности для движения транспорта, ну и неудобства для жителей. На встрече поднимали и другие вопросы, которые волнуют водителя автобусов и пассажиров. По всем будут приняты конкретные решения. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. Президент России Владимир Путин в июне 2021 года подписал закон, позволяющий бесплатно доводить газ до границ земельных участков. Наша съемочная группа убедилась в доступности программы «Социальная газификация Подмосковья». Александр Махов теперь использует дрова только для бани. А раньше ему приходилось на протяжении 30 лет отапливать целый дом поленьями и углем. Сейчас остатки топлива лежат в сарае и дровянике, напоминая о совсем недавних нуждах. На зиму 8-10 кубов. Это дров. А уголь где-то, ну, куба полтора-два. Это просто для поджога, так что для температуры, чтобы дом держался на ночь зимой. Александр давно хотел провести газ, но это было недоступно пенсионеру. По его словам, чтобы протянуть газопровод до его участка, требовалось порядка полутора миллионов рублей. Сейчас же по программе социальной газификации основные расходы на себя берут газораспределительные организации. Собственник платит только за проведение газа непосредственно на участке. Мы сразу обратились, документы отдали и в течение трех месяцев нам провели газ. Стоимость зависит от объема строительных работ, протяженности, способа прокладки газопровода и от выбранного газового оборудования. Александр не стал сносить старые котелы-печь. Теперь они, словно музейные экспонаты, лишь напоминают о былых временах. Хозяин любит вспоминать, какая вкусная получалась ряженка из печи. Как в русской печи. Расслабливали, нагревалось. Все, как ставили, как в плиту. Что варили, что щи, что молоко томили. Что, ну, что хочешь, хочешь шурпу, хочешь что. С появлением газа в доме готовить любимые блюда стало проще и быстрее. А новый газовый котел с легкостью отапливает все помещение и поддерживает комфортную температуру. На данный момент по Люберецкому городскому округу подано 127 заявок под социальную газификацию. 60 договоров уже подготовлено и 27 кусков уже произведено. При соблюдении требований к помещениям, подлежащим газификациям, у заявителей не возникает проблем с проведением газа в дом. Подать заявку можно на официальном сайте mosoblgas.ru, на портале госуслуг и в офисах mosoblgas. Дмитрий Гринчев, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Замминистра экологии Московской области Вадим Воронцов вместе с инспекцией по охране окружающей среды провели в округе рейд по контролю качества атмосферного воздуха и пообщались с жителями. Здравствуйте. Ну как у нас? Юлия Махметова состоит в рабочей группе по мониторингу качества воздуха в Люберцах. Четыре года живет на вертолетной улице. Жители микрорайона неоднократно жаловались на неприятный запах. Юлия уверена, что благодаря работе системы эко-мониторинга воздух стал чище. Первый, второй год прям очень сильно запах был. Но вот в прошлом году, как раз летом, когда мы начали работу, летом же мы начали с передвижными лабораториями, стало гораздо меньше. Но на самом деле, все равно, когда открываешь окна, запах химический часто, часто гари запах именно железа горелого. Жалоб стало меньше. Этому поспособствовала созданная в Подмосковье система экологического мониторинга. На территории 42 муниципалитетов установлены 209 постов контроля качества воздуха. 15 из них работают в Люберцах. Несколько лет назад мы начали устанавливать эти датчики для более быстрой реакции на обращение жителей на загрязнение воздуха, на появление неприятных запахов, либо на возможные какие-то разовые выбросы с промпредприятий. Валентина Королёва живёт на инициативной улице. Как и жители соседних домов, она тоже встревожена качеством воздуха. Нас беспокоит едкий запах гари. Со стороны железной дороги, вот оттуда прям вот чем ближе подходишь, он прям едкий, едкий-едкий. Мы написали письмо коллективное в администрацию города Люберец. Обещали отреагировать, решить наш вопрос. По сигналу приезжает передвижная лаборатория экологического мониторинга. Определение уровня атмосферного загрязнения длится не более получаса. Результат себя оправдал. Выявлены не только сверхнормативные выбросы, но и его источники. Мы обнаружили превышение предельно допустимых концентраций по диоксиду серы. Также ещё некоторые загрязняющие вещества находятся в пределах предельно допустимых концентраций. В промзоне на транспортной улице показался чёрный дым. Усиливается запах гари. Инспектор по охране окружающей среды Олег Прохоров понимает – нет дыма без огня. Идёт сжигание отходов открытым способом. Нарушение нужно пресекать. Вы сейчас начали? Да, мы сейчас это начали. А кто вам дал показания? Мы это не знали. Не знал? Да. За нарушение природоохранного законодательства придётся выполнить предписание надзорных органов и оплатить штраф. Только за прошлый год в округе демонтировали более 60 незаконно установленных печей для сжигания твёрдых бытовых отходов. С начала января к административной ответственности привлечены 8 предприятий. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. В Подмосковье завершилась акция «Подари вторую жизнь своей ёлке». Во всех муниципалитетах столичного региона были организованы специальные пункты приёма хвойных деревьев. Городской округ Люберцы не стал исключением и тоже принял участие в экологическом проекте. Мегабак на улице Гаршина – один из 12 пунктов, куда на протяжении месяца жители городского округа Люберцы приносили новогодние ели. Сегодня на вторичную переработку отправится последняя в этом году партия хвойных красавиц. Несколько недель назад они служили праздничным атрибутом. Сейчас каждое дерево будет утилизировано с пользой. Ёлка, привезённая именно на особые пункты, не просто очищает контейнерную площадку, но также животным даёт возможность в зоопарках питаться полезными витаминами хвойными и помогать производствам, которые нуждаются в деревообрабатывающих продукциях, изготавливать ту же ламинированную доску, потому что у нас есть производство, которое нуждается в таких отходах, в таком вторичном сырье. Перевоз елей и сосен от контейнерной площадки до комплекса по переработке отходов обеспечивает региональный оператор «Эколайн Воскресенск». За вторичным сырьём приезжают ломовозы. Затем ценный груз проходит через специальную дробилку. В течение месяца на территории Воскресенского кластера, куда включен городской округ Люберца, работали 28 пунктов, специализированных для сбора ёлок. Очень активно, традиционно люди приносят свои новогодние деревья на такие площадки. Акция «Подари вторую жизнь своей ёлке» проходит в Подмосковье уже в четвёртый раз. За первые три года экологического проекта удалось отправить на переработку 90 тысяч деревьев. Подсчёт собранного в этом году вторсырья пока не завершился. Но по прогнозам организаторов результат будет рекордным. Богдан Колесников, Луиза Егезарян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах живёт лаборадор Честер, которого в 2020 году признали лучшей собакой-поводырём в стране. Для своей хозяйки Светланы Телицыной он не просто верный друг, а незаменимый помощник. О тандеме собаки и человека наш следующий сюжет. Сейчас Честер ведёт себя, как обычная собака. Играет с хозяйкой и резвится. Но стоит надеть на него шлейку, как пёс сразу переключается на рабочий режим. Как вот руль у водителя, так у незрячего шлейка играет роль руля у собаки-поводыря. Без собаки мне выйти из дома довольно-таки проблематично. Честер, стоять. Молодец. А, одеваю шлейку, и это как сажусь за руль, да так, скажем. Но такой за руль своей собственной свободой и независимости. И я ему командую, Честер, на выход. На выход. Выходим. Честер, на улицу. Но у столь важного атрибута есть свойство изнашиваться. Руль управления собакой-поводырём приходилось несколько раз ремонтировать. Светлана мечтала о новой шлейке любимого красного цвета. Пожелания люберчанки исполнили депутаты городского округа. Наслышаны о том, какая вы активная, какой вы образ жизни ведёте активный. Очень рада знакомству с вами. Потому что действительно, не сдаваться в тяжёлых ситуациях, жить, радоваться жизни – это здорово. Честер и Светлана тут же примерили обновку и отправились на первую прогулку. Разница со старой шлейкой ощущается сразу. Вот даже здесь, смотрите, ступеньки, Честер вперёд. И я иду прямо, не вот так, как обычно, вот так вот, понимаете, а вот так вот, прям ровненько. Потрясающе, честно. Я даже не думала, что настолько здорово. В округе прошёл митинг, посвящённый 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. На Октябрьском проспекте у памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны афганской войны, матери и вдовы погибших в локальных конфликтах, ученики образовательных учреждений. Много горя и страданий принесли нашему народу 9 лет и 51 день жестоких сражений в чужом краю. Михаил Набокин в 1980 году служил в медико-санитарном батальоне в Литовской ССР. Прошёл подготовку на курсах санинструкторов и был направлен в Афганистан. После первых выстрелов, трассеров, обстрелов, конечно, было жутковато. Самое основное, это было, конечно, жутко, когда попадали, сопровождая колонны, попадали под обстрелы. Здесь, конечно, было всё. И страх, и боязнь, то, что погибнуть можно. Наши воины выполняли солдатскую миссию достойно и с честью. Согласно официальным данным, в военные службы в Афганистане проходили более 620 тысяч советских солдат и офицеров. 14 тысяч погибли. Среди них 28 люберчан. Прежде всего, конечно, это день памяти. День памяти о тех ребятах, о тех мужчинах. Там были и солдаты, и офицеры, и прапорщики, которые погибли. Я всем хотел бы пожелать здоровья, благополучия. Ещё раз царство небесное, кто ушёл и потерял жизнь в Афганистане. Минуты молчания почтили память погибших воинов-интернационалистов. В округе сегодня проживают около 900 участников афганских событий. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Патриотическому воспитанию подрастающего поколения в округе уделяют особое внимание. В школах проводят уроки мужества, и сотрудники Росгвардии постоянно в них участвуют. Но нынешняя встреча была особая. Школьников пригласили в отдел неведомственной охраны. Чем мальчишек и девчонок привлекает служба в войсках Национальной гвардии, узнали мои коллеги. «Управление вне ведомственной охраны войск Национальной гвардии». Военнослужащие Росгвардии исполнили детскую мечту. Люберецкие школьники побывали в подразделении и собственными глазами увидели, чем наполнены будни бойцов и офицеров. Ребятам дали возможность примерить экипировку, обундирование и средства индивидуальной защиты, которые используют сотрудники Национальной гвардии при выполнении служебно-боевых задач. «Как ощущения? Тяжелый?» Вес бронежилета – более 4 килограммов. Но Настя Горбачева чувствует себя в нем комфортно. К движению «Юнармия», с которым тесно сотрудничает Росгвардия, школьница присоединилась, чтобы научиться приемам самообороны. «Мне кажется, что слабый человек не сможет в полиции работать в Росгвардии». Ребятам рассказали об участии войск Нацгвардии в охране общественного порядка и обеспечении безопасности во время массовых мероприятий. На задания росгвардейцы выезжают на служебных машинах. Автомобили со специальными световыми сигналами школьников привлекли сразу. «Хочу служить вас гаде!» Миша Старцеву 9 лет. Парень хорошо учится, увлекается спортом. Когда в школе ему предложили вступить в ряды юнормейцев, согласился сразу. «Мы там занимаемся разборкой оружия. Мы учимся это разбирать. Иногда мы едем в поездку. Там очень интересно. Я ехал как-то в Скысенск. Да, я хочу защищать людей». За пять лет ряды юнормейцев пополнили почти 700 мальчишек и девчонок. Отряды работают в 16 образовательных учреждениях округа. Один из них в 20-й гимназии. Здесь прошли показательные выступления юнормейского отряда «Беркут». Роман Галкин после окончания школы планирует поступать в ведомственное высшее учебное заведение. А для этого нужно быть физически подготовленным, знать историю военного дела, уметь быстро бегать, метко стрелять, собирать, разбирать оружие. У Ромы уже есть свои достижения. «Шесть секунд по сборке-разборке пистолета. Я бы хотел стать росгвардистом, потому что у меня отец служит в росгвардии, и потому что у них сильный дух, и они смелые». «Должна быть социальная ответственность. Должно хотеться помогать людям, в первую очередь. Без этого служить у нас смысла никакого нет. Надеемся, конечно, что ребята придут и будут защищать Родину, как и мы». Встречи с подрастающим поколением представители ведомства проводят регулярно. Среди юноармейцев есть те, кто уже определился с выбором профессии и в будущем хочет пополнить ряды Росгвардии. Сегодня в округе несут службу 128 росгвардейцев. Восемь из них – девушки. «Юноармия! Вперед! Росгвардия! Всегда на страже!» Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах подвели итоги окружного конкурса «Педагог года-2022». На этот раз в проекте приняли участие 37 учителей и воспитателей. Десять из них стали лауреатами и выступили в финале. Имена победителей знает Луизия Геазарян. В фойе инженерно-технологического лицея – праздничная атмосфера. Здесь собрались участники ежегодного профессионального конкурса и те, кто пришел поддержать их. Воспитателя детского сада «Белоснежка» Светлану Новикову перед выступлением подбадривают коллеги. К финалу они готовились вместе. «Если не мой дружный коллектив, не мой замечательный руководитель Оксана Витальевна, то, наверное, ничего этого праздника такого бы и не было. У меня много за плечами опыт, который я могу поделиться со своими коллегами, которым будет полезно посмотреть, оценить его. И я бы тоже научилась чему-то новому у них». Конкурс «Педагог года» состоит из нескольких частей. Финальная – самое зрелищное. В этот день участники проекта выступают перед большой публикой, показывают свои таланты во всей красе. «Иде есть финале, только звезды в зале». В зале, а точнее на сцене, действительно только звезды. В таких ярких образах педагогов встретишь нечасто. Презентация каждой участницы состоит из двух частей. После творческого номера финалисты отвечают на вопрос, связанный с профессией. Жюри тем временем внимательно следит за конкурсантками. «Я благодарен всем, кто в ноябре месяце принял для себя решение пойти и стать участником этого конкурса, потому что это всегда, скажу, затратно. Оно затратно душевно, морально, по времени. Мы сегодня победим и сильнейший, и лучший, но вы все тут уже победители, поэтому вы можете собой гордиться». Пять учителей и пять воспитателей, но в каждом конверте номинации только одно имя, кто будет носить гордое звание «Педагог года». «Анастасия Николаевна Павловна». «Для меня победа – это показатель моего уровня, моего мастерства, что я могу. Показал конкурс, какие-то скрытые таланты, новые горизонты открыл». «Учитель года признана Светлана Юрьевна Павловна». «Абсолютно не ожидала, потому что среди конкурсантов я не могу себя прям выделить. Все были настолько достойны, профессионалы своего дела. Мы с девочками сдружились, могу сказать, что другому помогали в чем-то». Для Анастасии Ткачевой и Светланы Панфиловой конкурс пока не завершился. Теперь победители будут готовиться к следующему этапу и поборются за еще более высокое звание «Педагог года Подмосковья». Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова